Меня зовут Костя, я тружусь в компании Cloud. Некто знает ее как Сберклауд, но это все неправда, вы не понимаете, это другое. Это компания Cloud, Cloud.ru нынче. Я являюсь техледом внутреннего проекта, делаю рефакторинг и люблю всякий мерч. Значит, о чем мы сегодня будем разговаривать? Я провел некоторую работу по изучению рефакторинга и для того, чтобы ее как-то систематизировать, организовать и проводить нормально. Прочитал кучу книг, отсмотрел видео, много экспериментировал. В том числе над своим кодом. Первое, о чем бы я хотел остановиться, это многие не знают, что такое рефакторинг. А рефакторинг, у него есть всего два признака. Кто-нибудь знает, может быть, с места, какие признаки у рефакторинга. Я рефакторю, это значит, что я делаю? Лучше одни шли. Читаем? Делаю лучше. Мы меняем код, но не меняем функционал. 10 очков, господина Гриффиндора. Мы не меняем функционал и мы меняем код. Осталось ответить только на один вопрос. Зачем? Хотелось бы мне сказать, что когда-то давным-давно, значит, я сел за книжки по рефакторингу, решил изучить, как это делается на самом деле и, соответственно, постепенно все это внедрял. Но нет, все как обычно. Поступила обычная задача. Задачу я оценил в 8 часов, решил ее сделать, почти угадал с оценкой. Заняла она 8 спринтов, только не часов, а так все точно так же. Перетрогал кучу функционала, примерно 20 страниц было задето. Тестировщики меня очень сильно хвалили, до сих пор вспоминают. Было прикольно. Причем здесь, казалось бы, рефакторинг. Дело в том, что, залезая в какую-то фичу, мне пришлось потрогать другой код, а за ним и другой. Они были все взаимосвязаны, все это было сплетено в один сложный клубок и это было просто сложно менять, не задев никакую другую функциональность. Давайте поговорим о том, зачем тогда нужен рефакторинг. Кажется очевидным, он совершенствует архитектуру. Если у нас архитектура такая, что поменять ее невозможно, то работать с этим тоже будет невозможно. Помогает найти ошибки. Если вы их действительно ищете, пока делаете рефакторинг, а не создаете новые, в вышеуказанном примере был как раз второй случай. Ускоряет разработку. Тезис про 8 спринтов, помните? Вот это то самое. Ну и упрощает чтение программы. Это то, чему будет посвящена большая, наверное, часть сегодня. Мы поговорим вообще о читаемости, о чтении программы и о том, что со всем этим делать. Значит, да, иногда код бывает нечитаемый. При том, что рефакторинг такой полезный и офигенный, мы почему-то его не очень любим делать. Ну и тому есть ряд причин. Рефакторинг это больно. Рефакторинг это страдание. И очень часто я могу услышать фразу, давайте лучше здесь все перепишем, чем будем это плавно переделывать. Это сложно. Да, действительно, рефакторинг сложный. Нам приходится залезать в какой-то код, который часто помечен как легоси. Это долго, потому что разбираться в этом коде нам не хочется. И изменение этого кода требует его глубокого понимания. Часто, к тому же, рефакторинг бывает спонтанный. Просто сидел-сидел-сидел разработчик, увидел плохой код, говорит, а давайте-ка мы здесь немножко переделаем, и понеслась. 8 спринтов. Вот, так это и происходит. Должны ли мы от этого расстраиваться? Ну, наверное, нет. Мы скорее должны сделать какие-то выводы. Вывод из этого следует самый простой. Который часто и применяется на моей памяти. Давайте теперь посмотрим, а как сеньор делает рефакторинг. Примерно так это происходит. И поговорим немножечко о читаемости и обо всем, что с этим связано. Значит, что такое читаемость кода? Как к ней подойти? Можно ли ее как-то цифровать? На самом деле, есть очень хороший термин, который я достаточно часто слышу. Называется когнитивная сложность кода. Когнитивная сложность кода состоит из нескольких деталей. Первое – это использование каких-то необычных конструкций. Кто-нибудь знает, что делает этот код? Одна строка. Несложно. Что происходит? Это JS. Тут все фронтенд-разработчики, никто не знает, да? Отбрасывает дробную часть и умножает на 4. Вот, теперь вы знаете. Такое писать в коде нельзя, естественно. Использование оперативной памяти программиста. Не машина, а именно разработчика. В том случае, когда ему нужно держать в своей голове значение какой-нибудь бестолковой переменной, для того, чтобы потом иметь возможность как-то ее реализовать. Ну и есть еще третья часть. Третья деталь. Можно не делать первое и второе. И сейчас я вам покажу третью. На эксперименте. Мы с вами сыграем в небольшую игру. Я буду показывать код и попрошу поднимать руки тех, кто считает, что код читаемый. Вот первый пример. Код достаточно несложный. Кстати, стало хорошо видно. Солнышко ушло. Код считает факториал. Самый простой способ. Пожалуйста, поднимите руки, кто считает, что этот код читаемый. Отлично. Все считают, что код читаемый. Давайте усложним пример и добавим краевое значение. Скажем, что не может быть меньше нуля. Возьмем 0 и 1 как частные случаи. И потом вставим вот ту же самую штуку про факториал. Кто считает, что этот код читаемый? Вот. Уже меньше, но все равно есть. Отлично. Давайте еще немножко усложним. Это уже не просто подсчет факториала. Попробуйте сами себе ответить на вопрос, что вообще делает этот код. Это будет не очень просто. Не считает. Самый простой. Вот. Кто не считает, что этот код читаемый? Ну, вы поняли замысел. Отлично. На чем мы основывались, когда пытались понять, читаемый код или нечитаемый? Здесь как бы двумя пальцами попасть не получится. Поэтому мы попробуем ввести новый термин. Те, кто проходили собеседование или проводили собеседование, или делали и то, и другое, знают о вот этих двух сложностях, которые всегда требуют на решении задач по алгоритмам. Мы добавим к ним еще один параметр. Кто-нибудь слышал раньше про цикломатическую сложность? Ну, прекрасно. Ну, ладно. Мне есть, что вам рассказать, большинству из вас. Цикломатическая сложность – это такой термин, который легко нагуглить в Википедии. Вот я для вас нашел простейшее определение. Это, извините, я самого не знаю, относительное число бэти. Ну, тут есть некие сложности. Если у вас нет математического образования, я для вас нашел, что такое число бэти. Тоже просто. Ладно. Если серьезно, цикломатическая сложность основана на попытке представить управление кодом как блок-схему, ну, как оно всегда и было раньше на уроках информатики. А потом воспользоваться некоторыми приемами. Посчитать количество вершин у этого графа, посчитать количество вот этих вот, я забыл, как они называются, ветвей. И добавить к ним некоторую компоненту связанности, умноженную на 2. Все равно звучит сложновато. Можно попробовать это дело упростить. И сказать, что это приблизительно количество циклов и ветвлений. То есть это не само количество циклов и ветвлений, а оно линейно зависимо с количеством циклов и ветвлений. Чем больше if-ов и чем больше for-ов, do-while и всех прочих, и же с ними, тем сложнее читать код. Можно его определить так же, как количество тестов для полного покрытия функциональности, которые вам придется для этого дела написать. Ну, а как это считать? Вы же хотите это считать для того, чтобы этим пользоваться? Можно, конечно, говорить о количестве циклов и ветвлений как методи подсчета. Тоже неплохо. Но для ленивых людей есть расширение, в частности, в VS-коде, которое позволяет это все считать в автоматическом режиме. Вот мы сейчас с вами и проверим... Ага, нет. Сначала мы еще обсудим, сколько цикломатической сложности нормально для читаемого кода. Ну, графа весьма условная. Разработчик вот этого термина про цикломатическую сложность когда-то давно, в 76-м году, говорил, что если у вас цикломатическая сложность больше, чем 15, вам нужно писать письменное объяснение, что вы наделали и для чего вам это было надо. Значит, давайте проверим. Этот код читаемый. На что мы здесь обращаем внимание? Вот расширение нам подсвечивает. Говорит, зеленый флажок, все хорошо, и вон там он сложность показывает. Троечка у этого кода. Великолепная сложность, читаемый код. Здесь желтая, и как мы видели, гораздо меньше людей сочли этот код читаемый. И совсем плохой код, который не читаемый во всех смыслах. Вообще нельзя так писать. Вы все молодцы. Вот теперь вы можете себе поаплодировать. Вы разобрались в понятии цикломатическая сложность, даже его не зная. Просто на основе голосования. Итак, идем дальше. Давайте мы теперь посмотрим на рефакторинг. Почему я тут про тему-то про рефакторинг задвигаю? Через призму вот этой самой цикломатической сложности, а еще, ну, глубже, через призму когнитивной сложности. И попробуем понять, действительно ли рефакторинг улучшает читаемость кода нам. Так, первый пример. Простой, мы его уже видели. Значит, тот же самый код, который заставляет нас помнить, что происходит вот здесь в 100 строках переменной items. Переменной items нам здесь категорически не нравится. 100 строк кода мы должны ее держать в голове. Простое решение поменять ее на понятное название, которое описывает, что внутри нее находится. Все, profit. Что нам здесь нужно понимать у этого всего? Я прошу вот это вот зафиксировать в голове. Мы здесь меняем имя переменной, собираем проект, отправляем в гид, ставим специальную метку про рефакторинг. Вот, и важная деталь заключается в том, что не так вы ничего и никогда не сломаете. У вас проект просто не соберется, если переменная будет не та. Ну, если настроены лентеры там определенным образом. Вы, в общем, поняли. Значит, давайте теперь пройдемся по более сложным немножко примерам рефакторинга. Теперь дальше я буду говорить практически везде о классическом рефакторинге, который описан там у Фаулера. Есть у него такие же виды рефакторинга, как и паттерны проектирования. То есть рефакторинг тоже можно делать через паттерны. И вот, собственно, о них мы будем и говорить. На примерах кода, который реально нашелся в проекте. Вот, если вы видите этот код. Вы видите этот код? Видите? Ага. В этом коде у нас есть несколько деталей, которые нас напрягают. Во-первых, его негибкость. Если сортер вдруг станет опциональным, его нужно будет переместить на последнее место. И вот здесь начнутся проблемы. Потому что вот эту экстру нужно будет поменять. И во всех местах вызова этой функции все здесь менять. Нам не нравится. Для тех, кто знает TypeScript, знает, что означает вот эта черточка. Эта черточка означает, что фильтр вообще в этой функции нигде не используется. Оставлен здесь просто для обратной совместимости. Как раз, чтобы не бегать по всему проекту и не менять вот эту функцию. Такое себе решение. Введение объекта параметра один из самых, наверное, простых рефакторингов, которые вы можете сделать. Если у вас больше трех переменных, всегда заключайте их в объект, вы никогда не ошибетесь. Изменилась ли сложность? Вообще нет. Это не про то. Единственное, нам стало чуть проще управлять вот этими конфигами через отдельный тип. И, пожалуй, вот и все. Мы изменили гибкость, убрали лишний код. Прекрасно, но про сложность здесь речь не шла. Значит, идем дальше. Функция в 912 строк. Тоже абсолютно реальная функция. Кто-нибудь может попробовать угадать, какая цикломатическая сложность у нее. Напомню, что предельный показатель 15. Вот как думаете, сколько у такой функции может быть? Сколько там строк было? 912 строк здесь. В той 20 приблизительно. Ну, я, чтобы вас не мучить, могу подсказать. Это совершенно нечитаемо называется. Если здесь нужно что-то поменять, а как раз в этой функции пришлось лазить, то мы натыкаемся на некоторые проблемы. Значит, для извлечения функции нужно понимать одно небольшое правило. Цикломатическая сложность работает следующим образом. Если у вас есть сложность А и сложность Б, они находятся внутри одной функции. Не сложная математика. Получается, приблизительно, это не всегда так, но чаще это примерно так работает, приблизительно А плюс Б. Возьмите в этой 912 строковой функции какой-то кусок, вынесите его в отдельную функцию, уменьшите цикломатическую сложность практически ровно на то значение, которое вы вынесли. Я надеюсь, я понятно объяснил. Давайте посмотрим, например, когда цикломатическая сложность не меняется, а когнитивная меняется. Вот еще один кусок кода. Вполне, кстати, обыкновенный, и его можно часто заметить. Но он в целом неплох. Есть только один нюанс. Перемещение инструкций в классическом рефакторинге – это просто перемещение строк кода вверх-вниз. Если совсем по-простому. Здесь что нам не нравится? Нам не нравится, что мы видим даже бегло здесь 7 условий. Это значит, что цикломатическая сложность здесь не меньше 7. Даже вот в этом куске кода. Но на самом деле код нормальный, за одним небольшим исключением. Пользователю очень тяжело это читать. Если мы разделим это все просто банально пробелами между друг другом, то мы сможем использовать вот эти вот из параметров StopShow и прочие ниже него, как отдельные функции, и не держать их в голове. Не вынося при этом их в функцию. Просто добавив пробелов. Очень просто. Давайте посмотрим на еще одну штуку, которая на сложность не влияет, однако делает наш код проще. Значит, что в этом коде вообще происходит? В этом коде есть большой комментарий, который объясняет, что, собственно, делает функция. И неудивительно, потому что функция сложная и неприятная для чтения. Нужно в голове мачить, что это за индекс, куда там плюс один добавили. И поэтому есть комментарий. Комментарий по некоторым источникам считается отличной штукой, только которая скрывает проблему. Она ее не решает. Ну, иногда решает, но лучше без этого обойтись. Можно извлекать переменные точно так же, как и функция. То есть мы можем взять какую-то переменную, вытащить ее и присвоить ей значение того, что там было. И делать это до скольки угодно. Делать это до тех пор, пока комментарий не понадобится вовсе. Никакой. Код будет понятен сам по себе. Еще один вид интересного рефакторинга, который можно использовать. Это относится к тому, что код, бывает, поддерживается по нескольку лет. И в нем остаются артефакты. Вот эти вот самописанные полифилы, которые мы можем иногда наблюдать. Что здесь не так? Здесь цикл и ветвление. Цикл и ветвление, все правильно. Который мы можем заменить абсолютно простым, ну, вот таким вот вызовом. А, в общем-то, можно и убрать весь этот изолимэкзист и оставить только вот эту вот штуку там, где ее надо вызывать. Бесплатно, между прочим, убрали два цикла. Теперь давайте посмотрим на рефакторинг, который не упрощает, а иногда и усложняет нам читаемость. Такое тоже бывает. Самый, наверное, интересный случай, который я могу найти. Здесь у нас есть восклицательный знак. Этот восклицательный знак означает, что мы по какому-то причине уверены, что вот этот вот SKU в этом SKU с BYID существует. Настанет такой день, когда его там не будет. Сто процентов. Поэтому, если вы уверены, вводите утверждение. В самом простом варианте просто скажите TypeScript, что если его здесь нет, я этот. Короче, ставлю. Ну, вы поняли. Ранний выход, наверное, самый затасканный из всех видов рефакторинга, который я видел. И он очень часто встречается мне и в интернете, и везде. Он не меняет цикломатическую сложность вообще никак. Однако, очень сильно влияет на когнитивную сложность. Эту штуку можно переписать вот таким вот кодом, который вы видите справа. Значит, это все точно так же работает, и у него точно такое же количество циклов и ветвлений. Однако, при этом, когда мы смотрим на результат в 12-й строке, нам не нужно держать в голове, что там было во второй. Мы этот метод обработали, пропустили, убрали. Оперативная память программиста спасена. Читаемость гораздо лучше. Чуть-чуть посложнее. Здесь, по сути, извлечение функции, но частный случай. Здесь такой код можно встретить очень много где, когда при отправке формы мы сначала что-то делаем с данными, затем форму отправляем. Значит, здесь рекомендуется делить функции на две части. На ту, которая имеет побочные значения. В данном случае отправка вот в четвертой строке каких-то данных на сервер и не имеет. Добавить здесь просто вызов. Этот вызов протестировать, всячески над ним поиздеваться и потом уже выполнять отправление запроса. Значит, и, наверное, последнее, на что мы возьмем, это замена цикла конвейером. Здесь это уже рефакторинг идет второго шага. Это пример практически, наверное, прямо из фаулера, наверное, этот пример взят. Здесь что мы можем наблюдать? Кто-то уже поработал над кодом. То есть видно по нижней части, что у нас выполняется сначала одна функция, потом другая функция. То есть кто-то их уже поизвлекал. Поизвлекал, причем достаточно интересно. При том, что функции обе являются по своей сути циклами. Поизвлекал правильно, потому что если мы взглянем на цикломатическую сложность, она у них идеальная. По сути, кто-то выполнил рефакторинг, он молодец. Можно сделать это еще раз. Сделать то же самое, но немножко короче. Значит, что мы здесь можем увидеть? Берем продукты и прокатываем их по конвейеру. Засовываем в Map, потом в Reduce, получаем сразу значение. Стало немножко короче. Цикломатическая сложность суммарная упала не сильно, но все же упала во всем файле. Посмотрели на рефакторинг. Значит, можем ли мы сделать какие-то выводы закономерности, подметить и как-то использовать это для организации из того, что мы сейчас увидели. Я вам напомню некоторые проблемы, которые возникают при использовании рефакторинга. Ну, при использовании его, скажем так, произведения. И мы введем некоторые правила, которые нам позволят смягчить эти проблемы. Может быть. Первое правило — это атомарный рефакторинг. Увидели какой-то кусок в коде, увидели взаимосвязь, применили, закоммитили, повесили эту штуку и отправили в гид. Все. Point. Долго было? Не думаю. Давайте пойдем дальше. Попробуем еще что-нибудь. Рефакторинг может быть классифицирован и должен быть классифицирован. Есть прекрасный доклад, который говорит о классификации рефакторинга. Можно будет посмотреть. Но на чем бы хотелось остановиться? Нельзя изобретать свой классификатор. Не то чтобы нельзя, нежелательно, наверное, его изобретать. Потому что... О! А у меня все сломалось. Нельзя изобретать свой классификатор, потому что... Они уже существуют. Долго догоняет, да? Вот. Есть некоторые... Давайте я вам на словах скажу, если там этого не будет. Есть некоторые запахи в коде. То есть, есть признаки, которые призваны сказать нам, здесь нужно уже рефакторить. И есть куча всяких сайтов и ресурсов. Быстрый Google найдет вам их в десятке. Которые помогают или дают конкретные инструкции. И даже есть такие, которые по просто поиску, типа, мне не нравится, что функция большая, вам подскажут, что с этим делать. Это уже не так, скажем так, структурировано, да? То есть, если у вас есть структурирование, то у вас нет этой проблемы. Вы, конечно, можете прочитать все книги, пересмотреть все видео, сходить сюда послушать про рефакторинг. Но не заставляйте это делать разработчиков без лишней нужды. Можно очень коротко в своем ГИТе написать, что с этим делать. И приложить эталонный коммит. Можете его внизу наблюдать. Который просто подскажет кратко и ясно, что нужно с этим сделать. Как ничего не сломать. Это несложно и не требует глубокого понимания. Потому что, если вы пользуетесь именно классическими инструментами, вы возьмете вынос функции. И ничего вы там никогда в жизни не сломаете. Ну и код покрыт автотестами. Мое любимое. У кого-нибудь здесь есть, у кого код покрыт автотестами на 100%? Ну, кроме... О, один человек. Это круто. Вы спросите, сколько кодов это стоит? Ноль, да? Вот отсюда и отталкиваемся. Я понял. Ну, таких я встречаю очень редко. Поэтому есть альтернатива, которую можно использовать. Можно рефакторить ревью. Или точнее, ревьюить рефакторинг. Да, в данном случае. Мы должны обязательно смотреть, что человек рефакторит. И если рефакторинг — это отдельные коммиты с отдельной функциональностью, то нам будет несложно и немного ресурсов выделить на то, чтобы просто это проверить. И мы, опять же, ничего не сломаем. Нет ошибок. Мы немножко смягчили наше... Запаздывает изображение. Ну, вы просто вот смотрите, представляете, что там все зачеркнуто. Мы немножко смягчили наши требования. И кажется, что нам пора пересмотреть вывод. Потому что вывод был сделан на основе этих сложностей. Давайте его пересмотрим. Посмотрим еще раз на правила. И я хочу поделиться коротенькой историей о том, как ко мне пришел человечек один. Я из благородных помыслов вырезал его лицо отсюда. Вот. И дал мне право на эксперименты таким образом. Значит, рефакторинг больше не является работой сеньора. Нет необходимости. Мы можем теперь передавать весь рефакторинг тому, кому мы сами захотим. Потому что не имеет значения, насколько человек разбирается. Лишь бы он умел писать, умел читать. И мог, соответственно, отправить на ревью все, что похоже на эталонный коммит. Поделиться с вами в данный момент какими-то конкретными результатами мне довольно сложно. Потому что прошло мало времени. Однако я могу поделиться конкретными ощущениями от того, что происходит. На сегодняшний день. Во-первых, задачи на рефакторинг теперь можно давать и не бояться, что что-то сломается. Вообще прекрасно. Лучшее, чего я хотел. Теперь разработчики, которые могут быть целиком и полностью задействованы в создании новых фич или в создании архитектуры, этим, собственно, и задействованы. А они занимаются тем, что копаются в Legacy. Одно из моих любимых про новичков. Потому что раньше, если ко мне приходил стажер, мне приходилось ломать голову и создавать отдельные. Отдельный пул задач, который ему можно дать. Теперь этот пул задач собирается за 2 минуты. Рефакторинг найти в проекте можно всегда. Ну, если проект достаточно большой. И разработчики сразу учатся хорошим практикам. Они смотрят на то, как они делают. Они сразу знают, как делать. И если вы 10 раз повторите одно и то же, то вы все это будете знать. По-моему, шикарно. И последний момент, который я хотел бы затронуть. У меня получилось чуть меньше, чем 30 минут. Вот. Это как часто стоит заниматься рефакторингом. Потому что очевидно, что раз в 3 года этим заниматься не стоит. Стоит делать это все-таки немножко почаще. Вот господин Фаулер считает, что делать рефакторинг стоит ежечасно. Мы, наверное, ежечасно его делать не будем. А может и будем. А кто знает. Если его делегировать, то его можно делать хоть ежеминутно. Вообще, честное слово, прекрасная история. Ну, на этом у меня все. Не будем затягивать. Делайте рефакторинг, структурируйте его. Оставляйте код лучше, чем он был. Задавайте вопросы. Здравствуйте. Спасибо за адекват. У меня такой вопрос. При том, что вам приходилось делать рефакторинг, вам приходилось делать профилирование кода, чтобы убедиться, что изменения не приведут к значительному снижению производительности? Раз. Ну, у меня немножечко система проще, поэтому и Corvip Beatles мне был немножко... Ну, скажем так. Я работаю над внутренним проектом. Я с этого начал. Вот. У него нет требований по скорости, как таковых. Однако, я пока что на текущий момент, вот так вот глядя в завтрашний день, не вижу, где и что можно замедлить существенно, если выполнять всего лишь увеличение читаемости кода за счет извлечения функций и переменных. Здравствуйте. Спасибо за доклад. А сколько бизнес-фич Фаулер написал? Я знаю, сколько книг он написал. Вот. Я как раз хотел спросить ваше мнение. Вот как вы относитесь, когда в одной книге пишут, что там функция должна быть менее 150 строчек, а в другой книге автор обливает предыдущего и говорит, что вообще пофиг на это. И вот как на... Это сейчас просто пример. Вот как вообще реагировать на этот шум весь, что когда начинается вот этот холивар, по тому вот это хорошо, вот это плохо, как вы вот с этим вообще работаете. И сразу вдогонку практически легкий вопрос. Вот вы как реактор-зработчик, когда используете тернарный оператор, а когда пишете ИВ? Мне просто интересно было. Я подумал, что у меня какого-то структурированного нету объяснений этого. Ну, про тернарный кейф можем потом поговорить. Тут, наверное, какой-то длинный вопрос. Я вам дал, по-моему, сейчас действенный инструмент. Вместо того, чтобы говорить, функция должна быть 150-200 строчек, скажите, какая у нее должна быть цикломатическая сложность. Потому что тогда длина функции не будет иметь значения, какие-нибудь константы могут быть и тысячу строк, нет проблемы. Лишь бы ветвлений не было. Если на сессии мне скажут, что цикломатическая сложность это не так, я на вас сошлюсь, хорошо? Ссылайтесь. Мой телефон записывайте. Здравствуйте. Можно вас спросить, получается, если у вас полупроекта надо рефакторить, и как вы определяете, что в первую очередь надо рефакторить, что в последнюю очередь. Например, есть функция, которая за 10 лет ее никогда не трогали и не будет трогать. Она сложная. Стоит ее рефакторить или что-то другое стоит рефакторить? Какая очередность? Мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос только что, весьма ловко вложив ответ в вопрос. То, что трогаете, то и рефакторите. Но по большому счету я бы хотел еще один момент добавить, который я не указал. Лучше выполнять рефакторинг на этапе ревью. Ну, то есть, если самое простое, самое первое, то есть, если человек присылает вам код на ревью, а в этом коде есть то, что нужно отрефакторить, потому что, ну, видно, видно, плохо читается, например, он знает, что вот это вот побитый сдвиг, как работает, вы не знаете. Вот, то нужно рефакторить прямо там, на месте. А если у вас много команд, получается, один жалуется на то, здесь плохой, другой здесь на это, то есть, как определять вам в спринт, что включить там, какой же процент на рефакторинг, как определять самые нужные? Если у вас много команд, вам помогут микрофронты. Это будет другой доклад. Сейчас выглядит так, что у вас сеньоры пилят какие-то крутые фичи, пилят плохо, а потом стажеры за ними рефакторят код. Вообще выглядит не очень, но вопрос не об этом. Первый вопрос. Если стажеры сидят, пилят, в смысле, рефакторят код, то здесь же запускается вся цепочка нормальной разработки, после них должно пройти ревью, после ревью тестирования, ну, либо наоборот, у кого как, и после этого только этот код там попадет куда-то на продакшн. А как к этому относится продукт-оунер, который за все это платит деньги, а профита с этого продуктового ноль? Есть же правило, работает, не трогай. Да, я видел это сообщение где-то в мессенджере. Не-не. Новички вкатываются в проект быстро. Это вообще все проводится как онбординг. То есть человек может изучать проект и погружаться в него на основании того, что он трогает этот код. Вам тогда нужны еще новички-тестировщики. Это не надо тестировать. Не надо, да. Да, и второе, это даже не вопрос, а скорее проблема. После такого активного рефакторинга, когда ты смотришь на код и пытаешься понять, кто же эту гадость написал, смотришь GitBlame, а там какой-то Петя, который стажер и работает в компании полтора месяца, и уже уволился, он писал вот этот вот большой и важный код. А на самом деле он его просто рефакторил, и очень сложно найти концы. А по какой таске он делался вообще? Зачем он делался? Ну, это более уже серьезный вопрос насчет GitBlame. Но тут, наверное, нужно открывать history. Потому что, во-первых, рефакторить все равно необходимо. В любом случае, от этого не уйти. Если проекту больше года, он требует рефакторинга сразу. Но рефакторинг должен происходить не ради рефакторинга. Надо писать хороший код, который не надо будет рефакторить. А если понадобился рефакторинг, то надо это делать в виде каких-то продуктовых задач. Мне кажется, это тоже отдельный дискурс, потому что любые требования меняются, и код, который был написан однажды, будет переписан четыре раза под разные нужды. Спасибо. У меня два вопроса. Первое – это при рефакторинге. На что, в первую очередь, нужно делать акцент? На когнитивную или цикломатическую сложность, что является более приоритетным при рефакторинге? И второй вопрос. Если задачи по рефакторингу отдавать джунам, то как рассчитать вероятность, с какого коммита прот ляжет? Все. Если вы выполняете рефакторинг структурированный и строго по алгоритму, то прот не ляжет. Это первое. Ну, просто потому, что каждый кусок кода похож на предыдущий. Если копировать, то невозможно ничего положить. Что насчет… Блин, тяжело с памятью. Дайте еще раз. Что более приоритетно – когнитивная или цикломатическая сложность? Цикломатическая является частью когнитивной, поэтому тут нельзя говорить о приоритетности. То есть когнитивная – это более широкое понятие, которое включает в том числе и цикломатическую. Можете сделать что-то лучше – сделайте это лучше. Вне зависимости от того, что именно изменяете. Спасибо. Большое спасибо за доклад. Хотел, в общем, обсудить такую смежную тему, как код стайл. То есть в моем понимании рефакторинг – это вещь достаточно необъективная, она неоднозначная. То есть у нескольких людей могут быть разные мнения и взгляд на эту тему в коде. Причем вот вы привели в своем докладе пару примеров, вот метрик, с помощью которых можно оценить вот ту или иную степень прогресса рефакторинга. Но, тем не менее, мне кажется, они полностью проблему не решают. Можно привести, ну, постараться, но привести несколько кейсов, в которых, как казалось бы, показали хорошие. Я их тоже появил. Ну, не будет эту проблему решать. Вот, соответственно, у меня вопрос. В каждой команде свой код стайл. И насколько гибким он должен быть, и насколько следует ему следовать, для того, чтобы код считался рефакторингом внутри команды, как сильно людей вообще заставляет ему следовать. Вот, у меня вот про жесткость этого. Самый простой способ. Код стайл. Я хочу немножко уточнить, что такое код стайл? Ну, в моем понимании, допустим, на каждом проекте есть какая-то документация, в которой написано вот некоторые правила, вот, как раз той или иной степени жесткости, которой разработчики проекта должны следовать, для того, чтобы вот их, ну, вот код считался по правилам. Так, тогда я буду отвечать на все сразу. Если код стайл можно выразить в правиле линтера, то его нужно выразить в правиле линтера и сказать «Все выполняйте». Все, без разницы. Вот, ну, у нас так и делается, в общем-то говоря. Самый простой путь. Если код стайл выражается в раскладывании файлов по папкам, то для этого есть описание архитектуры, которое позволяет, ну, соответственно, его поддерживать. На него тоже есть линтеры. То есть, а-ля правила, откуда можно импортировать, откуда нельзя. Это все покрывается линтерами в широком смысле. Рефакторинг. Ну, код стайл, да, наверное, можно считать рефакторингом, хотя я бы его отнес к какой-то вообще отдельной категории, честно говоря. То есть, даже как будто не про рефакторинг мы говорим. Спасибо. Надеюсь, я ответил. Все. Безапелляционный доклад даже. Никого холивара нет. Всем спасибо. Спасибо.